друзья всем привет сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсаж с баской и так приступаем к работе ткань для лицевой стороны у меня атлас он не тянется для изнанки я использую ткань на основе хлопка и дублерин мягкий не стрейчевый первое действие перед раскроем мы выравниваем отрез ткани надрезаем край тянем за нитку и мы видим где у нас проходит ровный срез теперь по этой нитке режем так вот видите какой кривой остаток теперь срез ровный хороший и мы отмеряем нужный отрез для кроя точно также надрезаем и опять по ниточке режем затем лицевую ткань проклеиваем дублерином для этого также отмеряем нужный отрез перед дублированием ткань обязательно утюжим с паром и только затем клеем дублерин срезы уравниваем и вот такими движениями приклеиваем я держу утюг около 12 секунд на сложенную вдвое ткань выкладываем выкройку корсажа соблюдаем долевую нить не забываем ставить все метки я использую выкройку корсажа с баской от нашей школы шитья я выкроила все детали корсажа центральная деталь у нас со сгибом так подклад не дублируем только лицевую часть разбираем на лицо и изнанку детали баски складываем лицевыми сторонами внутрь и на ровной поверхности скалываем иголочками нижний срез сначала фиксируем края и метки а затем уже между иголками детали корсажа также соединяем сначала контрольные метки затем срезы не забываем что на расстоянии припуска 1 сантиметр детали должны быть вровень и затем уже соединяем детали между иголочками также собираем между собой детали лица и изнанки шьем с припуском 1 сантиметр закрепка в начале шва так закрепка вот по срезу в районе припуска детали точно сошлись так шьем баску также с припуском 1 сантиметр так разворачиваем детали и пришиваем припуск на изнаночную сторону отступив от шва на 2 миллиметра готово срезаем припуск изнанки так а на припуски лица срезаем вот таким образом на изнаночной части корсажа мы сделаем кулиски для косточек пришиваем припуски на расстоянии 6-7 миллиметров все припуски повернуты к центру переда обязательно делаем закрепки в начале и конце расправляйте ткань старайтесь чтобы припуски не собирались складочками кулиски готовы переходим на утюг и делаем перекант нижнего среза баски кулиски на изнанку готово отутюживаем изнанку область чашки утюжим на круглой колодке вот такими движениями от центра стороны утюжим лицевую часть швы в разутюжку так и область чашки также утюжим на круглой колодке вот так и теперь мы делаем крюки сначала разутюживаем шов так и затем придаем более выпуклую форму утюгу от центра к сторонам вот такими движениями и немного вытягиваем центр груди переходим к баске соединяем верхние срезы но только вот от этой метки ставим иголочки шьем также от метки оставляя не зашитым этот участок теперь пришьем чашки можете взять готовые а можете сделать сами соединяем центр чашки с меткой центр груди на изнанке теперь равномерно распределяем ткань внутри чашки фиксируем иголками переходим на машинку помним что здесь у нас проходит кулиска для косточки поэтому чашку пришиваем начав от шва доходим до сюда прерываем строчку и далее начинаем шить от шва кулиски я шью по краю чашки закрепка прерываю строчку и далее вот отсюда шьем до шва кулиски вот такой у нас получается вид чашки пришиты соединяем лицо с изнанкой по верхнему срезу сначала фиксируем центр затем уголки так затем швы и затем уже распределяем равномерно ткань между поставленными иголочками и фиксируем собрали срез шьем с припуском 1 сантиметр на уголке не разворачиваемся а просто шьем до конца здесь также просто начинаем новую строчку в центре разворачиваемся на иголки вот так и продолжаем строчку и здесь начинаем тоже новую строчку так теперь уменьшаем длину стежка и продублируем уголки прошив по предыдущим строчкам вот так здесь уже мы разворачиваемся на иголке так же по центру так по центру выреза надсекаем припуск очень аккуратно не доходя на 1 миллиметр до 100 метров строчки берем ленту органзы и пришиваем ее к верхнему срезу попадая в предыдущую строчку срез переда немного припосаживаем под лентой это нам даст хорошее прилегание корсажа к телу вот такая небольшая волна припуска у нас должна получиться уголок не припосаживаем просто кладём ленту сверху и шьём так разворачиваем детали корсажа и пришиваем припуск на изнанку отступив 2 миллиметра от шва шьём расправляя ткань не торопимся добраться строчкой до самого уголка у нас не получится и мы заканчиваем строчку там где у нас есть возможность ставим закрепку вот так выглядит наша строчка ленту органзы срезаем с двух сторон оставив по 3 миллиметра и также срезаем припуск изнанки срезаем припуски уголков близко к шву выворачиваем расправляем уголки и переходим на утюг от утюживаем верхний срез делая перекан на изнанку на 1 миллиметр над чашкой срез не растягиваем так теперь аккуратно от утюживаем уголок теперь на круглой колодке немного сутюживаем срез утюгом проходим только по краю вот такими движениями так очень аккуратно теперь нижний срез изнаночной части нам нужно подвернуть в внутрь на 1 сантиметр и заутюжить соединяем корсаж с баской обратите внимание что детали должны сойтись точно исключив припуски вот в этой точке закрепили дальше по спинке на баске есть не зашитый участок мы соединяем баску с корсажем до этой метки только лицевую часть так и теперь от этой метки соединяем все слои вместе сначала совмещаем контрольные метки и затем распределяем равномерно ткань так одну часть баски мы присоединили здесь также детали у нас должны сойтись вровень исключив припуски и дальше мы повторяем те же действия шьем сначала вот так прерываем строчку и с новой строчки шьем до вот этой метки прерываемся и здесь новая строчка так остановились закрепка закрепка и из этой точки начинаем шить припуск 1 сантиметр дошли до метки закрепка закрепка новая строчка от этой метки так то есть у нас на лицевой стороне баска пришита полностью а изнанка на отлете срежем 3 миллиметра припуска баски и также подрежем уголки на припусках лицевой части переходим на утюг и заутюживаем припуск вверх вверх закрепка берем пластиковые косточки шириной 5-6 миллиметров замеряем нужную длину не доходя по 2-3 миллиметра до верхнего и нижнего края отрезаем проверяем и отрезаем точно такую же парную косточку повторяем эти действия для остальных кулисок так косточки немного изогнуты их можно поутюжить через проутюжильник концы косточек оплавляем огнем и они становятся закругленной формы вставляем косточки в кулиске старайтесь попасть в середину кулиски между двух припусков тогда косточка не будет рвать ткань ставим все косточки косточки поставили и теперь соединяем нижние срезы совместив швы лица и изнанки так совместили теперь пришьем вручную по тайными стежками вручную по тайными стежками вот этот участок который на отлете и дальше соединяем подклад с припуском закрываю строчку на 1 миллиметр готово теперь припуски по центру спинки заутюживаем внутрь на 1 сантиметр заутюживаем уголки теперь берем разъемную молнию измеряем необходимую длину оставляем хвостики полтора сантиметра так вкладываем молнию между двумя слоями так чтобы была видна только половина зубчиков приметываем готово раскрываем молнию и пришиваем с помощью лапки для молний молния пришита снимаем наметку и все наш замечательный корсаж абсолютно готов друзья я надеюсь вам понравился этот мастер-класс я вас вдохновила на творчество выкройку этого корсажа с баской можно приобрести на сайте нашей школы в пяти размерах я вам желаю легкого кроя и шитья с вами была Юлия Чумакова с вами была Юлия Чумакова это